Я работаю на биологическом факультете университета, в свободное время подрабатываю в зоопарке. И сегодня я расскажу об экскрементах. Мне, честно говоря, тяжело далась подготовка этой лекции, потому что экскременты – это тема, в общем, табуированная. Люди не любят говорить об экскрементах или слушать про них. Ну, большинство людей, во всяком случае. То есть к этой теме есть такое вполне здравое отторжение. Это все понятно, это имеет культурные предпосылки и биологические. Но в то же время это не значит, что тут не о чем поговорить с научной точки зрения. Как раз-таки очень есть, и я попробую это сегодня сделать. Ну, те, кто ожидает, что сейчас будет на этой лекции какой-то шокирующий контент, туалетный юмор, извините, этого здесь не будет почти. Будет здесь научный подход. Меня еще спрашивали, не хочу ли я рассказать про тему экскременты в искусстве. Но, знаете, я не искусствовед, в сортах современного искусства я не разбираюсь. И эту тему я тоже освещать практически не буду, хотя вот у нас на YouTube-канале как раз недавно вышла лекция эстетика безобразного. Можете посмотреть ее. Там, правда, про экскременты не говорится, но там много других прекрасных вещей. И я сегодня вместо этого немножко в такие отрасли зайду, как эволюционная биология, экология, физиология и медицина, зоология и немножко даже лингвистика. И при помощи этих замечательных научных дисциплин я попытаюсь ответить на три главных вопроса. Почему экскременты вообще существуют и почему они такие, какие есть, почему мы к ним так плохо относимся и, наконец, есть ли от экскрементов какая-нибудь польза. Заранее скажу, что есть. Ну что ж, начнем наше погружение в материал. Почему вообще существуют экскременты? Ну вот типичный пример на экране. Дело в том, что животные, а именно у них бывают экскременты, они являются гетеротрофами и фаготрофами. Что это значит? Гетеротрофность – это то, что они усваивают готовые органические вещества вместо того, чтобы их синтезировать самим, как растения делают. А фаготрофы – то, что поглощают они эти вещества, ну, какими-то кусочками, а не в растворенном виде, как это делают, например, грибы, которые тоже являются гетеротрофами, но не фаготрофами. Соответственно, поглощают животные эти кусочки, и мы с вами в том числе, потому что мы тоже животные. И не всегда, собственно, это возможно их переварить без остатка, что-то все равно остается, и оно выводится. И вот это как раз и есть экскременты. Типичный пример гетеротрофа и фаготрофа – пони, которая питается радугой, ну и, соответственно, что происходит, вы на слайде видите. Ну, в реальности, правда, экскременты обладают несколько другими качествами, нежели мы видим на данном слайде. И я попытаюсь объяснить, почему. Ну, во-первых, все знают, что экскременты, в таком случае млекопитающих, коричневого цвета, и в чем же здесь дело. Как ни странно, причина тут та же самая, по которой наша кровь красного цвета. Дело в том, что красный цвет нашей крови придает гемоглобин, который находится в красных кровяных клетках, и который переносит кислород. И в этом гемоглобине есть простатическая часть, называемая гемом, это вот пигмент, с которым как раз связывается кислород. Красные кровяные клетки короткоживущие, они живут буквально 3-4 месяца, и затем они отправляются в печень и там разрушаются. Разрушается там и гемоглобин. И далее продукты распада гема вместе с желчью выводятся через печень в тонкий кишечник и участвуют там в пищеварении. А дальше их судьба двоякая. То есть образуется там белирубин, беливердин вот как раз в желчи, и часть его потом опять обратно всасывается в кровь, превращается в уробелин и отправляется в почки, где потом выводится с мочой. Да, тут еще желтый цвет мочи замешан в этой всей истории. А часть остается в кишечнике, в толстом кишечнике, там идет превращение в стеркобелин, который как раз-таки имеет коричневый цвет. Поэтому цвет крови, цвет желчи, цвет мочи и цвет экскрементов, они все так или иначе связаны с метаболизмом гема. Казалось бы, такие вещи на первый взгляд, что у них общего. Теперь что касается консистенции. Со цветом разобрались, идем в консистенцию. Ну это прекрасная картинка Беатрис. На ней показано, что в среднем три четверти экскрементов, на всяком случае человеческих, это вода. Оставшаяся четверть приходится на, это тут не показано, мертвые клетки кишечника, на микроорганизмы, в основном бактерии, на различные волокна, в основном целлюлозу, ну и по чуть-чуть там липидов, белков, различных солей. Но это усредненная картинка. На самом деле количество воды может довольно сильно варьировать. Ну и причем варьирует оно как в пределах каждого вида, так и между видами может варьировать довольно значительно. Ну типичный пример. Есть такие два животных, корова и коза. Они едят примерно одно и то же, едят они траву и другую растительность. И более того, это животные родственные, то есть это порнокпытные, жвачные, полорогие животные. Тем не менее экскременты у коровы и козы, как все знают, разные. У коровы экскременты лепешкой, у козы горошком. Почему? Дело тут в том, что в них находится совершенно разное количество воды. И это показатель того, насколько эффективна эта вода усваивается пищеварительной системой. Козы и бараны, они живут в тех областях горных и предгорных, где с водой напряженно. И поэтому они воду экономят всеми способами, пытаются поменьше ее увезти с экскрементами. Тогда как коровы живут во влажных местах. И они любят купаться в водоемах, всякие быки и буйволы. И воду им экономить незачем, поэтому у них экскременты довольно жидкие. Ну и что касается человека, то в общем тут тоже имеет место достаточное разнообразие в зависимости от индивидуальных каких-то черт физиологического состояния. И для человека, например, разработана такая вот бристольская шкала, так называемая. Вот здесь она нанесена на кружечку, не спрашивайте почему. Моя версия состоит в том, что, наверное, все-таки чай или растворимый кофе, который пили из этой кружки, был не очень хорошего качества. Но к самой шкале. Значит, шкала показывает, какой консистенции могут быть экскременты. И это довольно полезное диагностическое средство в медицине, потому что оно позволяет установить по вот этой вот консистенции, сколько времени вот этот комок провел в толстом кишечнике. Если он проходит через толстый кишечник быстро, то тогда вода не успевает всосаться, и консистенция будет ближе к тому, что мы видим внизу. То есть достаточно близкая к корове. А ежели проходит долго, то получится практически как у козы, вот тип 1, как мы видим. То есть все это в медицинской литературе описано. Теперь, что касается запаха третьего такого кита, на котором все стоит. Тут есть множество веществ, которые придают характерный неприятный запах экскрементам. Скотол, эндолсера, водород там и другие. Они испаряются с поверхности экскрементов, переносятся по воздуху летучие вещества, попадают к нам в нос на обонятельные рецепторы, ну и провоцируют передачу нервных импульсов. То есть с точки зрения физиологии вроде бы все просто. Но вот вопрос. Он скорее из разряда эволюционной биологии. А почему, собственно, нам это так воняет? То есть почему мы оцениваем эти запахи как неприятные? Мы, безусловно, оцениваем их как неприятные. А дело тут в том, что экскременты, вообще-то говоря, небезопасны. Дело в том, что экскременты могут служить источником заражения различными патогенными микроорганизмами, раз, и второе, какими-нибудь гельминтами, ну проще говоря, глистами. И поэтому в ходе эволюции преимущества получали те индивидуумы, не только у людей, кстати, которые к экскрементам относились настороженно, подозрительно и с ними контактировали поменьше. У этих организмов было больше шансов как бы не заболеть чем-нибудь эдаким, не умереть и оставить больше потокства. То есть эволюционно это было выгодно. И поэтому один из механизмов, который закрепился, это такое вот отвращение к экскрементам, которое предотвращает заражение новых индивидуумов от экскрементов. Конечно, тут есть и другие приемы, которые позволяют этого избегнуть. Например, то же самое гигиеническое поведение. Вот, например, на слайде, тут у меня так элегантно вмонтирован слайд, не кто-нибудь, а сам представьте Махат Маганди. Вот Махат Маганди, помимо сатья-грахи, ненасильственного сопротивления, он вообще очень еще котировал проблему с туалетами в Индии. И он, например, никогда не стеснялся, значит, когда он видел какой-нибудь общественный туалет, находящийся в плохом состоянии, взять венечек и воду и прибрать. Да, то есть он великий человек, он, значит, велик по-всякому. И большое спасибо, в общем, Махат Маганди за это, но, тем не менее, вот это вот отношение к экскрементам, то есть таким отвращением, оно заложено в нас самой природой. Более того, оно перешло с биологического уровня на такой вполне себе социокультурный. Ну, вы это, я думаю, хорошо знаете, что экскременты сложно назвать как-то нейтрально. Ну, слово «экскременты», которое я подобрал, ну, самое нейтральное, но вообще обычно эти слова либо какие-то сугубо научно-медицинские термины, либо какие-то совсем детские названия эвфемизмы, либо это слова, ну, мягко говоря, грубые, да, такие не вполне приличные. И вот откроем викисловарь и посмотрим на самое знаменитое из этих слов и посмотрим, что оно означает. Мы употребляем вот это слово, там такие прилагательные, существительные и так далее, однокоренные, в каком значении? Не только для обозначения экскрементов, естественно, по прямому назначению, но и как синоним для чего-то очень плохого, да, то есть это что-то плохое, никуда негодное. Причем в русском языке этому слову как-то особенно досталось, потому что, ну, вот, если уже идти вот в эту степь, да, вот все знают знаменитое слово из трех букв, да, и вот от него, заметьте, можно образовать прилагательное значащее что-то очень хорошее и значащее что-то очень плохое. А здесь, как бы, тут такого вариантов нет. Тут, как бы, это однозначно негативная оценка, хотя вот копания показали, что в английском языке возможно и эту семантику использовать в положительном иногда значении, но крайне редко. И вот сегодня еще я расскажу о том, а что же все-таки с экскрементами. Неужели действительно они никуда не годятся? Неужели это просто отходы, и вот действительно по делам им такое наше отношение? Когда мы говорим что-то плохое, мы называем это такой, как экскременты, да? Оказалось, что и так, и не совсем так. Вот давайте возьмем пример черных жаворонков. Черные жаворонки устраивают свои гнезда на земле. Вот лежат яйца черного жаворонка, и птички эти небольшие специально притаскивают куски навоза копытных и обкладывают ими свои гнезда. Зачем они это делают? Оказалось, что тут есть несколько целей. Во-первых, это помогает сохранить в гнезде постоянную температуру, а во-вторых, что не менее важно, это помогает сохранить гнездо от того, чтобы на него наступили копытные. Как выяснилось, копытные не любят наступать в собственные экскременты, и поэтому если обложить гнездо экскрементами, то оно с большей вероятностью сохранится. То есть с одной стороны экскрементов есть какая-то польза, с другой стороны коровы свои экскременты тоже не сильно жалуют. Вот другой пример. Это фотография моего хорошего знакомого Егора Яцюка, который занимается изучением серых сов, серых неясытей. И он для них развешивает по лесам такие вот гнездовые ящички, в которых селятся совы. Ну и, соответственно, каждый год он с знакомыми входит и проверяет, что же там с совятниками, действительно ли там живут совы. И вот в некоторых ящичках вместо сов селится кто-нибудь другой. Иногда там селятся, например, белки, а иногда в совятнике может поселиться куница. И вот крышка совятника, в котором поселилась куница. И на крышке этого совятника лежат экскременты куницы. То есть куница внутри, а экскременты на крыше. Нам кажется, что экскременты на крыше своего дома – это как бы так себе, да? Но у куницы на этот счет другое мнение. На самом деле для многих хищных млекопитающих экскременты – это не только отходы, но это и способ оставить свою информационную метку, по которой можно очень много сказать о том, кто ее оставил. То есть для куницы вот эти экскременты на совятнике – это как табличка у кого-нибудь на двери. Когда будете идти по официальным учреждениям, там идет табличка у всех на дверях, подумайте, как хорошо, что мы делаем иначе. Но не только хищные млекопитающие в этом плане отличаются. И вот что я могу рассказать как сотрудник зоопарка. Значит, есть такое замечательное животное, называется гиппопотам, да, или биемот. Вполне себе травоядное, то есть и хищным оно не является. Тем не менее, у гиппопотамов тоже используются экскременты с сигнальной функцией и страдают этим в основном самцы. В период ухаживания самцов за самками самец гиппопотама обнаруживает, так сказать, некоторое скопление самок, начинает за ними весьма своеобразно ухаживать. Он разворачивается к ним, ну, скажем так, не мордой, да, начинает выделять экскременты, и в этот момент вступает в действие его хвост. Хвост гиппопотам очень маленький, но он начинает быстро-быстро вертеться, как пропеллер. И, соответственно, эти экскременты, они начинают лететь во все стороны. И это происходит и в природе, это происходит и в зоопарках. И поскольку в зоопарках есть не только самки, за которыми надо приударить, да, но и там есть и посетители, то там вешают вот такие вот таблички, да, Splatter Zone, зона разлета, да. Потому что, ну, действительно, мне даже советовали вставить какую-то гифку, значит, в презентацию, но гифку я в результате не вставил, но очень напоминает наброс, в общем, чего-то на вентилятор, да. То есть эффект такой, что летит во все стороны, и при мне это происходило, в общем, пока у нас самец гиппопотама был. Ну, а если говорить серьезно, то есть такая дисциплина капрология, наука об экскрементах, она является таким междисциплинарным направлением, есть тут о чем поговорить и в плане истории и археологии, но больше всего, конечно, мы знаем капрологию в пределах зоологии. Ну, и примеры того, что с помощью капрологии можно выяснить. Номер один – это экскременты ископаемого ленивца, который вымер несколько тысяч лет назад, и вот ленивец вымер, а экскременты от него остались окаменевшие, такие полуокаменевшие, скажем так, и мы можем по ним судить о питании этого давно вымершего животного. Или вот, например, современное животное, номер два – это летучая мышь. И мы можем изучать питание летучих мышей. Ну, а как изучить питание летучих мышей? Можно, конечно, смотреть за летучей мышью, как она там в темноте летает, кого-то поймала, но, сами понимаете, это очень тяжело сделать. Далеко летучая мышь маленькая, видно плохо. Ловить ее как-то и вскрывать, смотреть, что у нее в желудке, как-то тоже вроде не хочется. А вот можно зато взять экскременты этой летучей мыши, исследовать их и таким образом что-то понять. И у нас, кстати говоря, в Харькове, в нашем центре реабилитации рукокрылых, в том числе этим тоже занимаются. Номер три – это амурский тигр. Например, что если мы хотим исследовать каких-то крупных, опасных и редких при этом животных, как амурские тигры? Вот мы хотим исследовать физиологическое состояние или генетику амурской тигрицы какой-нибудь. Для этого нам надо эту тигрицу поймать, усыпить, взять у нее эти анализы. Все это стресс для тех, кто это будет делать, для самой тигрицы. А можем мы просто взять ее экскременты и по ним определить, там можно и генетическую принадлежность этой особи, и гормональный фон посмотреть, и много еще по физиологическое состояние ее сказать. Ну и кроме того, в общем-то, паразитологию тоже никто не отменял, номер четыре, то есть паразитологические исследования по экскрементам, то, что делают, но это, я думаю, и так все более-менее в курсе. Ну вот мое любимое исследование, которое было опубликовано буквально в прошлом году, и касалось оно исследования навозных жуков и глубокомысленных выводов, которые из этого можно сделать. Схема тут была исследования такая. В какой-то местности отлавливаются навозные жуки, они вскрываются, да, это им не повезло, конечно, и из их кишечника достается то, что они съели. Ну а что съели навозные жуки, я думаю, понятно. И далее из этого, что они съели, выделяется ДНК и смотрится, чья это ДНК. Таким образом, собрав какое-то количество навозных жуков на какой-то территории, можно сделать вывод, ну чей помет есть на этой территории, а следовательно, какие виды животных есть на этой территории. Это было успешно опробировано, например, где-то на Аравийском полуострове, и выяснено, что там существуют такие популяции двух видов животных, которых вживую никаким образом обнаружить не удалось. А вот этим методом их удалось выявить. То есть метод довольно действенный. Но на самом деле можно использовать экскременты не только в чисто научных целях, а вполне себе в практических. Ну такой краткий обзор. Во-первых, лекции по строительству у нас еще впереди. Вы понимаете? Я не буду тут отбирать хлеб у следующего лектора. Но известно, что в культуре многих народов принято при строительстве использовать экскременты. В том числе типичная хата-мазанка украинская, она делается иногда с применением экскрементов, когда вот в то, чем мажут хату, добавляют экскременты в том числе. Я в этом процессе тоже как-то участвовал. Можно делать из экскрементов травоядных животных бумагу. Вот такое вторсырье. Можно варить мыло. Есть мыло из экскрементов коровы. Значит, не знаю, стали бы вымыться таким мылом или нет. Это каждый человек решает для себя сам. Есть, и про это многие знают, кофе, который проходит через кишечник малайской цеветы. И после этого, обратите, стоит до 700 долларов за килограмм. Так называемый копи-лювак, один из самых дорогих сортов кофе. Ну и, наконец, думаю, что многие слышали про органическое земледелие. То есть такое земледелие, где мы пытаемся отказаться от удобрений, производимых химической промышленностью, и используем только натуральный продукт. Ну, слоган для органического земледелия придумайте сами. Но есть какие-то и более высокотехнологические вещи. Например, существует аквапоника. И аквапоника – это, по сути дела, технология, очень умно использующая экскременты. Что такое аквапоника? Это совместное сопряженное выращивание, скажем так, рыб и растений. Значит, вот какая-то емкость с рыбами, они там живут, они выделяют экскременты, и вода загрязненная, она отправляется в отсек, где растут овощи. И овощи, с одной стороны, очищают эту воду, после чего ее можно возвращать рыбам, а с другой стороны, они берут из этих экскрементов какие-то необходимые им элементы питания. И получается двойная выгода. И рыбку, так сказать, мы съедим, и что-то еще. Кроме того, можно использовать экскременты как источник энергии. То есть это на самом деле важный энергоресурс. Например, в странах Юго-Восточной Азии традиционно собирают коровьи лепешки, высушивают их и затем используют их для обогрева и для приготовления пищи. На самом деле, вы, наверное, знаете, что в Индии, например, корова вообще является священным животным. Но если коров не ест, то зачем же их держать в таком большом количестве? Их там действительно много. Так вот, одна из целей, с которой сгодятся коровы, которых есть нельзя, это производство экскрементов. И на самом деле это очень важно для поддержания устойчивых сообществ на некоторых территориях. Вы, конечно, можете сказать, а как же готовить еду на высушенных экскрементах? Неужели они не воняют? Ну, в определенной степени, конечно, воняют, но в настоящий момент мы можем эту проблему решить немножко хитрее. Мы можем вместо того, чтобы сжигать экскременты напрямую, делать более хитрую вещь. И она сейчас действительно делается. С ферм, фермы, естественно, производят большое количество отходов. И вот навоз, производимый фермами животноводческими, можно перерабатывать с получением биогаза. И далее этот биогаз использовать на выработку электроэнергии, на выработку тепла, и еще там что-то остается при этом на удобрение. То есть мы получаем вместо огромного количества отходов и проблем огромное количество бонусов. И, кстати говоря, сейчас развиваются идеи, чтобы то же самое делать и с экскрементами людей. И вообще, на самом деле, в них тоже есть много того, что можно использовать. Во-первых, они тепленькие. Это в Скандинавии уже подумали, что тепло – это хорошо, надо это использовать. Кроме того, они действительно содержат в себе органику, которая может быть источником биотоплива. И вот мы можем думать, знаете, вот мы такие умные, вот это аквапоника, биогаз, мы сделаем сейчас из имеющегося у нас продукта конфетку, и мы такие умные и высокотехнологичные. Но на самом деле природа все давно придумала сама, как любят говорить многие люди. Дело в том, что экология, то есть взаимоотношения организмов в природе, они так устроены, что в природе существуют биогеохимические циклы. А что такое, по сути, биогеохимический цикл или круговорот веществ в природе? Как не использование одними организмами каких-то отходов, продуктов жизнедеятельности, остатков других. То есть на самом деле на этом держится добрая половина всей экологии. И вот пример, который мне особенно нравится, это так называемый китовый насос. Это из исследований тоже относительно недавних, ну 2010 год. Что такое китовый насос? Известно, что в открытом океане достаточно низкая биомасса и продуктивность. Вот высокая биомасса и продуктивность у берегов, высокая на коралловых рифах, а в открытом океане она не очень большая. Почему? Потому что основа всего это фитопланктон, мелкие организмы поверхностных слоев воды. А этому фитопланктону не хватает необходимых для жизни элементов. А не хватает их потому, что они постоянно опускаются на дно. Вместе с мертвыми организмами, которые питаются этим планктоном, вместе с их экскрементами. И постоянно идет такой вот отток с верхних слоев, где может жить фитопланктон, в нижние, где его сложно как-то использовать, эти все элементы питания. Но скажем спасибо, что есть киты. Киты, которые, как известно, не рыбы, а млекопитающие, дышат воздухом с поверхности. И поэтому они приплывают с глубины, где они что-нибудь поели, подышать воздухом на поверхность. И параллельно они оставляют там свои экскременты. А экскременты у них либо плавающие, либо жидкие очень часто. Поэтому они как раз-таки рассеивают все эти элементы опять в этом верхнем слое. И поэтому продуктивность всех вот этих систем открытого океана, она очень тесно связана с тем, что делают киты. Ну и, конечно, нельзя было не сказать и о медицинском применении экскрементов. Вот то, что вы видите на этом слайде, это проект, так называемый, открытый биом. Значит, в этих вот баночках, в них находятся экскременты. Вот баночки, видите, с этикеткой, даже тут срок годности есть, видите. Для чего их хранят эти экскременты? И существуют даже целые банки их. Их сохраняют для того, чтобы их можно было использовать, внимание, в целях трансплантации. Трансплантация – это, как известно, пересадка, да, ну и мы привыкли к трансплантациям сердца, почки, что-то такого, каких-то приличных органов. А тут выясняется, что существует пересадка кава, трансплантация. Зачем это нужно? Дело в том, что иногда у человека очень сильно нарушается микробиота в толстом кишечнике, и это приводит к различным тяжелым заболеваниям, самое характерное из которых – псевдомембранозный колит. И вот лечение этого псевдомембранозного колита традиционными методами малоэффективно. И как выяснилось, что как раз-таки путем трансплантации кала это заболевание удается лечить довольно эффективно. А в последнее время ведутся исследования на предмет того, чтобы выяснить, а нельзя ли вылечить еще и другие заболевания, вплоть до, как это ни странно, болезни Альцгеймера. Хотя казалось бы, где, в общем-то, болезнь Альцгеймера, а где трансплантация экскрементов, да? Но, тем не менее, как оказалось, какие-то корреляции даже и здесь прослеживаются. Ну, для тех, кто хочет немножко больше узнать об этой увлекательной теме, я рекомендую некоторые книги, которые вышли относительно последнее время. Прежде всего, «Origin of Thesis». Ну, это, конечно, отсылка к «Origin of Species» с Дарвина, мы понимаем, да? Значит, и «Внутренняя история Джулии Эндерс». Вот эта книга, я знаю, есть только в английском варианте, но я ее, в всяком случае, видел. Эта книга успешно переведена и на русский, и на украинский языки. У нас она продается, можно ее почитать. Ну, это, так сказать, для взрослых, а для детей. Есть тоже замечательное издание, но это, я думаю, что все уже более-менее знакомые. Значит, ну, вдруг кто-то еще не видел историю про маленького крота, который хотел знать, в общем-то, кто ему наделал на голову. Значит, эта книга детская, значит, при этом там в ней нет ничего совершенно предусудительного, хотя, когда она выходила первый раз, то к ней отнеслись люди по-разному и там писали всякое по этому поводу. Но, в сущности, она впоследствии была переведена на около 30 языков мира, по ней сняли мультфильм и даже поставили спектакль. Я, правда, не знаю, как я этот спектакль и не видел. Что там надо изображать в этом спектакле, не знаю. Кроме того, у меня есть, вот можно будет подойти на перерыве и посмотреть еще такая вот книжечка, которую я принес из Нидерландов, да, это такая книжечка, которую можно открыть, вот, и там различные экскременты. И вы думаете, а чьи же это экскременты, мы спрашиваем у ребенка. А вот открываем, а это экскременты горностая, да. Вот такие книжки читают в Нидерландах. Так что, в общем-то, источников много, было бы желание их выучить. Ну и закончу я вот этой иллюстрацией. Как вы видите, тут вот эти женщины, они сосредоточенно раскладывают вот эти вот коровьи лепешки, которые надо высушить, и по всему видно, что они подходят к своей работе очень ответственно. Видите, какие ровные ряды получаются, да. У нас даже плитку так не всегда могут положить, да, на тротуаре. И сразу видно, что их жизнь, она вот не просто так, что она наполнена вот смыслом. И подумайте, вот каким смыслом наполнена ваша жизнь, да. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое за лекцию, за то, что вы приоткрыли нам завесу тайны над этой темой. Я хотела спросить вас о еще такой вещи, с которой мы часто встречаемся. Собачье говно. Вот у меня два вопроса. Во-первых, почему оно со временем становится белым? То есть вы там говорили частично о том, чем обусловлен цвет экскрементов. И во-вторых, почему нам, в общем-то, противно, а собаки очень часто поедают говно друг друга и других животных? Почему у них не сложилось такого эволюционного механизма? Как это объяснить? Ну, по поводу изменения цвета мне достоверно неизвестно. Я думаю, что все-таки это связано с тем, что разные компоненты, они как бы разлагаются с различной скоростью, и пигменты, вероятно, быстрее, чем что-то иное. Поедание экскрементов, капрофагия, она, в общем-то, описана у многих видов. И тут может быть либо та же самая попытка обмена микробиотой, хотя она так не очень эффективно, честно говоря, происходит, либо же это недостаток определенных веществ, которые легче всего получить именно оттуда. Я больше всего знаю про капрофагию у кроликов, но там она связана с тем, что у кролика так устроена его пищеварительная система, что она за один проход не успевает извлечь из еды все самое необходимое, потому что там основа еды целлюлоза, разрушается она в аппендиксе, то есть уже в толстом кишечнике ближе к концу пищеварительной системы, и поэтому надо пропускать это все через пищеварительный тракт повторно. А в чем там тонкие причины у собак, я в точности не знаю, но думаю, что одно из двух. Я еще могу добавить как небольшой спец в экскрементах, что на самом деле пигменты, они выцветают на свету, это абсолютно нормальный процесс для практически все объем содержащих веществ. Еще вопросы? Спасибо, Евгений. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что можно бумагу делать из говна или из экскремента, как вы говорите, а одежду еще не додумались сделать? Спасибо. Ну, при, конечно, большой фантазии можно выдумать все, что угодно, но вообще для того, чтобы сделать одежду, нам нужны какие-нибудь такие более-менее длинные волокна. В принципе, нельзя сказать, что в экскрементах их прямо не было, но они не совсем подходящие консистенции. Дело в том, что вот можем ли мы сделать одежду из сена или соломы, но это не очень просто удобно. Хотя есть, если, так сказать, ретроспективно это делать, не только применительно к людям, а какие-нибудь там животные, которые там себя покрывают экскрементами, то такое особенность среди беспозвоночных, знаете, встречается. Поэтому в некотором смысле да, но человеческую одежду мне как-то не верится. Да, интересный вопрос, конечно. Спасибо большое за лекцию. Вот у меня повтор такого первого вопроса. У меня собака чрезмерно бывает ест, особенно человеческие экскременты, и я хотел спросить, просто да, меня это само иногда бесит, и бывает ли, короче, это вредно для собак или все-таки нет? Ну, я думаю, что человеческие экскременты, эта фраза сейчас позвучит страшно, но человеческие экскременты, я думаю, что есть вреднее, чем собачьи. Почему? Потому что люди питаются различными ксенобиотиками, то есть вещества, они едят какие-нибудь лекарства, в них, в их организм там всякое разное еще попадает, и поэтому что может содержаться в человеческих экскрементах, это, знаете ли, никто не знает. Поэтому я думаю, что всякое тут бывает, но опять-таки я не сильно большой специалист к профагии у собак, поэтому тут пространно я вряд ли смогу ответить. Хотя тема интересная, наверное. Меня больше интересует, откуда ваша собака достает человеческие экскременты. Спасибо за лекцию, очень необычная и интересная, правда. И меня вот заинтересовал вопрос, вы сказали, что используют в такой отрасли, как топливо и энергетики. Насколько это перспективно и насколько это сейчас развивается в нашем мире? Ну, очень сильно развивается. То есть биогаз с ферм это уже работающая технология, использование отходов каких-нибудь мегаполисов человеческих с этой целью, еще пока это технологии пионерные, они только пока начинают развиваться. Но я так думаю, что за этим вполне себе будущее, потому что людей-то, в общем-то, много, и домашнего скота много, и они выделяют экскременты, в общем-то, в таких количествах, что если просто это все выкидывать, ну, получается очень неэкономно. А кроме того, есть, знаете ли, всякие ситуации, когда необходим замкнутый цикл, всякие космические программы и так далее. Ну, там немножко другие приоритеты, естественно, стоят, нежели когда мы это делаем на земле. Но, тем не менее, исходная проблематика все равно вырисовывается. То есть это очень интенсивно развивается. Я думаю, что и переработка бытовых отходов, которые там надо не на свалку вывозить, а перерабатывать, и переработка человеческих отходов, экскрементов, и переработка отходов с ферм, это очень то, что сейчас востребовано, и то, что развивается, и то, что научно исследуется очень интенсивно. — Вопрос немного тривиальный, но, вот так говорите, очень хорошо развивается. А учитывая, что во всем у нас есть баланс, гармония, в природе экскременты перерабатываются растительностью и так далее, не повлияет ли наше огромное их переиспользование на экосистему самой, скажем так, нашей зоны около городских и вообще, в принципе, глобальной планеты? Не слишком ли много мы их будем перерабатывать, если на это так далеко смотреть? — Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы провоцируем зачастую ситуации, которые противоестественны сами по себе. То есть мы провоцируем большие скопления производителей экскрементов в очень локальных точках. То есть мы с нашим домашним скотом не распределяемся более-менее равномерно, как распределились бы все животные, экскременты которых перерабатываются естественным путем, экосистемами, а мы как-то очень сильно сконцентрированы. И вот именно в этом и есть наша проблема. Вот задумайтесь на самом деле, да, то есть в чем эта проблема состоит с экологической точки зрения. Мы свозим огромное количество питательных ресурсов, да, которые мы собираем со всяких полей там и так далее в ограниченное количество точек, в какие-то города, где они потребляются, и, соответственно, в этих же местах вырабатывается большое количество экскрементов. Ну и если брать животноводство, то, соответственно, там, где животноводческие фермы. То есть мы этот процесс уже заранее делаем очень сильно неравномерным, и говорить о том, что мы тут вот нарушим тем, что мы будем делать такие технологии по переработке, в общем, мы, что можно было, мы уже и так нарушили. Спасибо.